Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, продолжаем наши уроки. Новая недельная глава в Айшлах. Опять про Якова. Очень и очень много рассказывают про этого нашего праотца, впрочем, как я в Аураме и Цхаке. Но давайте вернемся вот к чему. Яков. Бегство из собственного дома, обманы, преследование тестя. Я бы сказал, не самый прекрасный и перспективный путь, который можно было бы увлечь молодежь и говорить, вот будь такой, как Яков. Мало кто выберет, но Бог дает шанс великим людям. Бог знает нашу внутреннюю сущность. Более того, Бог говорит, что надо быть благодарным за тот путь, по которому тебя направляет жизнь. Иногда это сложно. Сказали мудрецы, человек, недовольный своей жизнью, на самом деле утверждает, что творец поступает с ним несправедливо и, безусловно, ошибается. Ему положено больше. А может быть ли нанесено написанное более серьезное оскорбление Всевышнего? А поскольку небеса не любят оставаться в долгу, там сразу написано, открывают и проверяют книгу жизни этого человека, чтобы посмотреть, может действительно в его обвинениях есть какая-то суть. И он достоин намного более большего. Разумеется, тут же выясняется, что он не прав сам и что по состоянию его заслуг и прегрешения еще Господь поступил с ним, написано, чересчур снисходительно и милостливо. И вот написано, что тогда высшая справедливость требует для него сурового суда. Поэтому прежде чем жаловаться на жизнь, надо подумать, что ему это приведет. Мы отвлеклись. А почему мы так вообще упорно, годами изучаем жизненный путь Авраама, Ицхака, Якова? Ну, прочитали один раз и ладно. Что такое закопано здесь? По нашим человеческим понятиям, жизнь этих людей, в частности Якова, о котором мы говорим в недельной главе, это пример тяжелейшей жизни. В жизни наполненной страданиями, я повторяю, но это с нашей человеческой точки зрения. С точки зрения того, кто не видит душу. Понятно, что каждому хочется побольше здоровья, меньше неприятностей и так далее. Но на таком основании все почти считают, что это ему положено. Что-то в этом есть, да? Что-то нам что-то дано. И вот написано, что именно в связи с нашими праотцами и находится вот это наше право попросить. Наша молитва сама по себе, она слабенькая. Вот когда мы ее присоединяем к праотцам, ответьте сами себе на вопрос. Разве вы настолько велики, чтобы Всевышний изменил ради вас ход событий? Вполне вероятно, что ответ на этот вопрос будет нет. Наших заслуг недостаточно. Но на основании того, кто мы, что мы совершили в своей жизни, какие мы дела сделали, да ничего нам не положено обычно. Ничего. Однако наши мудрецы, обладающие умом и правительством, составили для нас молитвы, в которых что? Они написали происхождение, прочертили наши. От Авраама, Эйцхака и Якова. И вот каждый раз, каждая молитва, каждый день мы упоминаем просьбу о заслугах в честь Авраама, Эйцхака и Якова. Значит, их тяжелая жизнь. Значит, они заложили что-то такое, что действительно позволило на тысячелетия потом просить им и так далее, нас всех вместе просить. Сами по себе мы, возможно, не достойны ни здоровья, ни заработка, но мы просим о милосердии во имя наших праотцов. Написали мудрецы, что понимание этой связи может помочь нам осознать огромную силу влияния уже наших молитв. Гораздо более мощных, чем мы того заслуживаем. В Торе это, безусловно, не учебник истории. В Торе все мудрости мира, все сюжеты развития. И что нам главное говорит Тора? Что главная цель в жизни, это что? Борьба между душой и телом. Душа и тело, здесь все описывается. Яков вышел, держа брата за пятку. В чем символ того, что Яков держит Исаава? Исаав это тело человека, которое первым приходит в этот мир. И лишь постепенно в человеке просыпается разум, укрепляется душа. К 13 годам начинается борьба. В 20 лет начинается возраст духовной зрелости. И в конце Яков, что делает? Яков держит Исаава. Душа берет тело в руки, подчиняя его разуму. Еще раз, столкновение между телом и душой, формой и содержанием. Это главные темы Торы. И одно из самых главных условий, которые подчеркивает Тора. Не забывать, кто ты, кто твои предки, кто твои праотцы. И помните, если хотите, Авраама, Исхака и Якова. Традиции народа. Поэтому подчеркивается, например, что Яков вышел из Бершевы, где он воспитывался, жили его родители. Зная, кто мы и кто наши предки, знание наших обычаев, законов, является одним из главных средств вообще сохранения народа. Есть такая короткая история. Группа ребят ехала на машине из Телевио в Иерусалим. Дорога была незнакомая. Они подъехали к Большому перекрестку, на котором есть дорожный указатель направления. Но ветер был сильный, и указатель валялся на земле. В ночь, что делать, куда идти? Один сообразительный парень сказал, давайте поднимем указатель. Откуда мы едем, мы знаем. Повернем его так, чтобы стрелка Тель-Авив, город, из которого мы едем, тогда что будет? Остальные направления будут верны. Мы найдем дорогу, которая приведет к Иерусалиму. Зная, кто ты, откуда. Знание своей истории, своей прошлого, помогает найти правильное направление в жизни. Надо пытаться разобраться в том, что было. И сделать для себя такой, знаете, хороший вывод. Торис только говорит нам про Аврама, Исхака и Якова. Не надо думать, что мы самые умные. Были люди умнее для нас. Умные люди, которые заложили невероятные духовные основы и дали нам возможность, ну как на костыле опираться, идти вперед. Все будет хорошо. Брахава и Ацлахава.